Юля, расскажи, пожалуйста, про кастинг, как проходило, сколько было этапов, когда ты узнала, какие чувства и эмоции тебя вызвало, потому что ты еще не знала, что тебя ждет. Расскажи, пожалуйста. Кастинг был очень давно. Кастинг был в октябре или в ноябре. Вообще для актеров, которые проходят кастинги в дубляже, это очень большой срок, потому что писались мы в апреле. Обычно проходишь кастинг, либо да, либо нет, и сразу пишешься. А тут тишина. Я думаю, ну, наверное, нет. При том, что я попадала... Просто я писалась у нее, я писалась у Гели Пироговой на Неве, на студии звукозаписи, и писали мы что-то незначительное совершенно, и она мне сказала о том, что вполне возможно будут пробы, я хочу тебя попробовать. Я говорю, окей, хорошо. И она сдержала слово, она пригласила меня на пробы, я записала пробы, и все, и тишина. После этого я еще пару раз к ней же попадала на какие-то там эпизоды, и так, спрашивала у нее, ну, есть какая-то информация. Она говорит, нет, пока нет никакой информации, и очень долгое время там была тишина, я думаю, ну, наверное, не утвердили. И в итоге, кстати говоря, узнала я об этом очень смешно. Я была на другой студии звукозаписи, сидели мы тоже на эпизодах, и приходит Геля, видимо, в офис там по делам. И она пробегает, так, привет, привет, убегает, и вечером мне приходит от нее сообщение, запись февронии переносится, скорее всего, на апрель, я так подозреваю. А потом пишет, ой, а я тебе говорила, тебя утвердили на февронию. Я просто чуть не пробила головой потолок, потому что, ну, это было, это было для меня событие. И, несмотря на то, что я еще не знала, что меня ждет впереди, а уже для меня это где-то внутренне, подсознательно это было для меня событием. Да, ну, очень интересно сначала сказать тебе о дате, а потом попросить. Потрясающе, потрясающе. Да, это было именно так. Полгода подождала, полгода подготовилась, но внутренне. Да, да, да. Не пределала это? Видимо, так должно было быть. Так должно было быть, это получилось. И хочу сказать, что у февронии однозначно есть характер. То, о чем ты говоришь, ты действительно передала. И теперь, видя тебя, общаясь с тобой, я понимаю, что да, это ты, она это ты, я не знаю. И то, что ты говоришь, что она была, она и осталась такой же ромашкой, цветочком, но, тем не менее, ее сила в этом. Ее сила в этом. И, конечно, у нее должен быть характер, как у меня. И, к счастью, у нее твой характер. Это потрясающе. Спасибо, мне это очень ценно. Правда. Юля, скажи, пожалуйста, сколько раз в процессе дубляжа тебе приходилось повторять и повторять какие-то фразы? Или ты попадала сразу? Как ты это делала? Скажи, пожалуйста, сколько раз? Сколько раз и сколько раз? Сколько же раз? Сколько же раз? Вообще, ну, озвучили мы все за один день. И больше я не приезжала переозвучивать что-либо. Но если брать фразы и их запись, по-разному. Важно было попасть синхронно. Это как бы первоцель. Но иногда что-то писалось сразу, что-то там с третьего-четвертого дубля к четвертому часу все равно ты устаешь, потому что темное пространство, постоянное. А есть разница во фразах? То есть какие-то фразы шли легко, а какие-то прям... Да, да, но это абсолютно не объяснить. Это вот оно... Это процесс. Как его никак не объяснишь? Он идет и идет. Что-то получается, казалось бы... Иногда бывают какие-то вещи, которые заговариваешься. Просто заговариваешься, потому что... Четыре часа в темной комнате. Да. Юля, расскажи, пожалуйста, на кого рассчитан этот мультфильм только для детей, для взрослых? Какой возраст? Ноль плюс? Шесть плюс? Как ты считаешь? Я думаю, что... Я думаю, что есть возрастные ограничения. Я думаю, что от пяти до ста пяти. Ста пятидесяти? Ста пятидесяти есть, конечно. Да? Я думаю, что для всех. Ну, и действительно, это вне возрастов история. Да. Я думаю, что детям непременно от пяти лет нужно посмотреть этот мультфильм. Это безусловно. Я считаю, что это... Вообще нужно обязательно к показу в школах. Обязательно к показу в каких-то детских учреждениях. И я думаю, что это нужно показывать даже там, где нет возможности пойти в кинотеатры и заплатить какие-то деньги. Его просто нужно потом показывать и показывать, и говорить об этом. Поэтому... Пять плюс. Потрясающе. Я согласна. Я согласна с вами. Расскажи, пожалуйста, Юля, а сама с кем пойдешь в кинотеатр? Кого приведешь? А, сама я пойду 4-го числа на закрытый показ. Одна. 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 А потом я думаю, что... Ну, во-первых, все мои родственники, конечно же, пойдут. Они уже все ждут. И все маленькие мои племянники, братья, сестры у меня уже не маленькие. Но с ними будет сложнее, потому что это как раз такое поколение, которому тяжело. Какой возраст? Возраст 17-19 лет. Такой самый сейчас больная тема. Да, 17 лет. Я тебе даже... Да. 17-летние племянники, которых... Братья, сестры. Племянники. Родному брату моему 20. Но тоже. Он пойдет. Он в любом случае пойдет. Я его заставлю. У него выбора нет. Это же брат. И как-то он еще прислушивается ко мне немножко. Главное, чтобы это посеялось в голове. Главное увидеть, а там пусть... Увидеть, а это как прочитанная книга. Ты знаешь, я прочту, сделаю один вывод, передам ее тебе, ты сделаешь свой вывод. Да. Пусть сделает каждый свой вывод. Главное, что здесь просвет. И это наш мультфильм. Абсолютно. Элера, скажи, пожалуйста, о твоей работе в театре. Что для тебя ближе? Это может быть немножко тривиальный вопрос. Театр или кино? Что отдушина? Что работа? Как ты относишься к театру? Я очень люблю свою профессию. Очень. И могу сказать, что путь мой на данном этапе складывается немножко затруднительно. Потому что у меня есть определенно свои нравы, свое какое-то видение того, как это должно быть. И иногда мне кажется, что я просто не в то время родилась. Хотя режиссеры, с которыми я сталкиваюсь, они старые закалки, старые школы. Они мне все говорят, что в то. Просто твой путь, он так складывается. И это нужно принять. Я никогда не показывалась ни в один театр Москвы. Я работала в театрах Москвы в двух, потому что позвали. И я не смогла там. Из одного и из другого я просто убежала, потому что я там задыхалась. И у меня сейчас, у нас есть коллектив театральный. Он без названия. Мы на пути к открытию своего театра, своего пространства. И мне очень верится в то, что это когда-нибудь произойдет. Потому что у нас очень сильные актеры. Мы все поем. И основа драматическая. Но при этом это все с вокалом, с хореографией. Это глубоко. Именно глубоко. И есть непосредственно детские спектакли. У нас плохо с инвестициями, потому что нет медийных. Это правда. Поэтому мало кого это может интересовать. В плане... Ну, строится путь, как-то строится. Что касается кино, съемки, они бывают. Они бывают каждый месяц. Где-то. То там, то сям. Скажем так, основательно кино я еще не занималась. Потому что я познаю себя в профессии. Я не могу сказать, что я какой-то суперпрофессионал, который сейчас выйдет и всех чему-то научит. Что-то... Я сама себе удивляюсь каждый раз, когда... А это ведь самое ценное, я считаю. Когда ты выходишь на сцену или выходишь на площадку и сам себе удивляешься. Тогда ты живешь. Тогда ты... Это потрясающе. Это моя... Моя душа. Я люблю эту профессию очень. И я не знаю, как я без нее буду. Как там будет. И я сейчас расплачусь, поэтому не надо, все, хватит. Да. И театр будет уже поговорить с тобой. Угу. У тебя сильная женщина. Да, да. Ты все еще в руки. Угу. Тряпка. Потрясающе. Я могу посетить сыном этот театр? Да, да. Будут спектакли, я обязательно буду звать. Обязательно. Потрясающе. И об этом услышат непременно. У тебя есть голос, у тебя голос февронии. И этим голосом ты будешь говорить только лучшее, вкладывать только лучшее в сердце подрастающего поколения. Это потрясающе. Это то, чем нужно заниматься. И ты на правильном пути, даже не думать. Я в это верю. Так и есть? Верю. Юля, я слышала, что этот фильм будут переводить на разные языки. Он пойдет по миру. Расскажи, пожалуйста, будешь ли ты принимать участие, есть ли у тебя желание принимать участие в дальнейшем озвучании, например, англоязычной версии? Если такое счастье произойдет, я пионер всегда готов. Да? Да. Юля, на недавней встрече Путин пригласил к себе мультипликаторов, дабы поддержать их, отечественных мультипликаторов, таких как «Анимаккорд», создатели «Маши и Медведя», знаменитый мультик. Скажи, пожалуйста, есть такая коммерческая составляющая мультипликации, да? Когда есть огромная поддержка, и мы можем делать все, что хотим. И есть душевная история, есть мультики, есть идеи, даже не воплощенные идеи потрясающих. Даже вплоть до сериала, да, которые есть, просто они никем не финансированы. Скажи, пожалуйста, как это регламентировать, как это разделить, как донести до высшего руководства, что есть такие таланты, которые нужно продвигать? Потому что он видит то, что он видит, и приглашает того, кого он видит. Как нам сделать так, чтобы поднимались те, кто говорит о правде, говорит о морали, говорит о нравственности? Как ты считаешь? Нам надо объединяться, нам надо объединяться и двигаться в это направление, потому что это тоже моя больная тема, как бы так, достучаться до руководства и разделять коммерцию и душу. Я предлагаю начать с объединения, это слово потрясающее, слово объединение здесь очень уместно, потому что таких людей много, таких уже команд много, это не единичные случаи, это не единичные люди, люди, которые хотят созидать, собираются, вы в театре, мы собираемся в студии, и таких команд очень много, и хотят они только лучшего. И давайте объединимся и донесем свой голос. Давайте. Давайте первый голос Февронии, приходите на премьеру и услышите голос Февронии, пожалуйста. А дальше мы просто услышим всех остальных, объединимся и расскажем этому миру. Сначала мы расскажем России, потому что восстановление мира с Россией, это очевидно. Да, да, да. Это уже ни для кого не секрет, поэтому просто вопрос объединения. Спасибо тебе большое за голос Февронии, это просто потрясающе. Спасибо большое. Я приглашаю вас и приглашаю вас, дорогие зрители, 6 июля, премьера, во всех кинотеатрах, во всех городах нашей страны. Приходите, смотрите, просвещайтесь, и давайте чтить и праздновать наш праздник, День любви, семьи и верности. Расскажи, пожалуйста, а теперь-то после этого мультфильма, после этой роли, после этого опыта, после того, как тебе открылось такое чудо быть голосом Февронии, расскажи, пожалуйста, теперь-то и театр должен воспрять и все твои начинания, все твои планы, все, что ты, потому что это будет большим взрывом. Расскажи, пожалуйста, давай обратимся, что нужно, что необходимо. Нужно все, нужно все. Люди, горячие своим делом, люди, хотящие, хотящие, есть люди в этом театре, которые играют, которые горят своей работой, которые только за дело, за правду, за искусство. Что необходимо, чтобы ты говоришь, но нет медийных, нет голоса, что нужно, что необходимо? Нужны инвестиции, нужны люди, которые будут верить в то, что проекты могут развиваться без звезд, либо же делать звезд из того, что есть. Так, все правильно. Я бы даже перефразировала, не звезд из того, что есть, а есть те, кто должны стать звездами. Очень правильно, да. Те, кто должны стать голосом, те, кто должны представлять, представлять определенные круги, представлять театр, представлять кино. И говорить об этом гордо, честно, поэтому совершенно верно. Я считаю, что это знаковое. 8 июля. 8? Да. 8 июля. Да, мы обязательно встретимся на премьере. Также мы встретимся с нашими зрителями, с теми, кто услышит, увидит и узнает. Обязательно приходите, потому что это стоит посмотреть. Где бы вы ни находились, в каком бы городе, я думаю, что это для России очень важно. Это очень важно видеть такие... И показывать своим детям такие мультики. Спасибо тебе, Юль, большое. Спасибо вам большое. До встречи. Спасибо. Спасибо, Юль. Спасибо.